Мы выходим на связь с Украиной. Мой следующий собеседник это военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов. Олег, добрый вечер. Добрый вечер. В последние дни было много заявлений разного рода экспертов о том, что война в Украине переходит в позиционную фазу. Однако сегодня на фоне сообщения о взрыве мостов под Херсоном это мнение уже не выглядит настолько актуальным. Что вообще там происходит? Мы предполагаем, что это может быть своеобразный маневр Российской Федерации. Дело в том, что количество войск на правом берегу не уменьшается. Они ротируют. На основе ротации они выводят оттуда регулярные части и заводят туда мобилизованных. И на пока мы не видим, чтобы кто-то снялся с позиции и начал активный отход в Днепру для того, чтобы переправиться на левый берег. Так что на пока ситуация, будем так говорить, кроме политических заявлений, пока военных действий никаких особо не предпринимается. А для чего тогда взрываются мосты? Если остаются силы на правом берегу, а высудят наступление, этим силам вполне вероятно будет необходимо переправляться на берег левый. Ну тут по вопросу взрыва мостов я бы, наверное, еще высказал версию 50 на 50, кто их взрывал. Потому что в плане, допустим, абсолютно вы правы, в закоммуникации внутри этого плацдарма, то взорвать мосты на основной ракадной дороге вдоль Днепра – это фактически самоубийство. Так что, может быть, наши силы специальных операций могли подорвать эти мосты. А что известно об обстоятельствах смерти замглавы оккупационной администрации Кирилла Стримаусова? Его убрали свои же? Конечно. Дело в том, что сдача Херсона неизбежна. Это Россия понимает. Они просто пытаются это, с одной стороны, представить в красивом свете, а с другой стороны пытаются отойти с минимальными потерями и с максимальным нанесением поражения нам. Стримаусов выполнял роль гауляйтера, назначенного российскими властями. Он очень много знал об особенностях жизнедеятельности российских войск на правом берегу реки Днепр, и особенно в городе Херсоне. Он никому больше не нужен, он свою роль сыграл. Если оставлять Херсон, значит, надо зачищать концы в воду, как гласит одна из российских поговорок. И это, судя по всему, ждет многих людей, подобных стремовусов. А кто сотрудничает с оккупационными властями, они там, где они будут уходить, они будут за собой подчищать, чтобы не было свидетелей всех их преступлений, которые они там совершили. А тот факт, что министр обороны РФ Шойгу приказал отвезти войска на левый берег, может быть, говорит о том, что россияне уже смирились с потерей Херсона? Ну, во-первых, давайте обратим внимание, что Шойгу в данном случае выполняет роль громоотвода. То есть весь негатив валится на кого? На Шойгу и на Суровикина. Кстати, Шойгу постарался дистанцироваться и на Суровикина возложил всю ответственность, сказав, что я ваши предложения разделяю и поддерживаю. Поэтому давайте действуйте. Вы придумали, вы и действуйте. То есть уже понятно, что есть крайний, есть козел отпущения, который будет отвечать за эту операцию. И Путин не зря дистанцируется от этой операции, понимая, что сейчас война переходит в стадию проигрыша. Мы продолжаем освобождать свою территорию, мы движемся к государственной границе Украины. Да, не такими темпами, как нам бы хотелось, но мы движемся. И поэтому сегодня война будет носить исключительно негативный характер для внутренней аудитории в Российской Федерации. А каким вы видите дальнейшее развитие событий и действия вооруженных сил Украины на фоне сообщений о том, что российские войска возводят на левом берегу Днепра очень мощные укрепления? Ну, вы понимаете, здесь дело в том, что правый берег выше, географически выше, чем левый. И если мы выходим на правый берег Днепра, то все эти укрепления под огнем нашей артиллерии будут просто разноситься в пух и прах. Это, ну, как бы они ставят заранее себя в самое невыгодное положение. Но я думаю, что они еще постараются дать бой за Херсон. Город готовится к уличным боям. Они подготавливают российские войска. И где-то в районе Каховской дамбы они постараются сделать укрепрайон, чтобы закрыть эту дамбу и не допустить нашего прорыва через нее. А если дамба будет разрушена в итоге, неважно от чьих действий, кто первый пострадает? Пострадают в основном российские войска и Российская Федерация. Дело в том, что эта дамба регулирует уровень воды в водохранилище и обеспечивает наполнение Северо-Крымского канала. Дело в том, что разрушив эту дамбу, вы оставляете Крым без воды до ее восстановления. Следующая тема. Как изменили картину боев в Украине иранские боевые беспилотники? И какое влияние, с вашей точки зрения, на ход боевых действий могут оказать баллистические ракеты, которые Россия сейчас пытается купить у Тегерана? Ну, скажу так, что иранские беспилотники типа Шахет-136, да, создали для нас проблему довольно большую. Но сегодня мы научились с ними бороться, и коэффициент или процент сбития достигает где-то по статистике 70-75% из числа запущенных беспилотников. Ну, а ракеты баллистические? Я скажу так, что если вы посмотрите на статистику уже, как бы это ни звучало цинично, но по нам выпущено там около тысячи баллистических ракет «Эскандер», по нам выпущено около 800 ракет «Калибр». Так что, ну, да, вместо этих ракет появляются другие ракеты. Ну, как бы ситуация коренным образом не меняется. Мы к этому привыкли, и мы умеем с ними бороться. А тем более, что сегодня возможности по борьбе с этими ракетами наши возрастают. И последний вопрос. Как продолжается подготовка к зиме? Какие меры предпринимаются на случай очередной атаки на объекты критической инфраструктуры? Что может произойти? Массовая эвакуация в Польшу и ближнее зарубежье, если начнут бомбить опять электростанции? Ну, я не думаю, что эта эвакуация будет носить массовый характер. Мы готовимся к зиме, люди покупают генераторы, люди покупают дрова. У нас есть даже целая программа. Мы выдаем, государство выдает дрова населенных пунктах, приграничных населенных пунктах, где инфраструктура уже разрушена. Поэтому я не думаю, что эвакуация будет носить массовый характер. Так что нам не привыкать. Мы потерпим, но мы за это потом ответим. Что ж, сил вам. Олег Жданов, большое спасибо.